сегодняшняя тема она уже в принципе знаете не новая эта тема и она уже очень очень давно по сути висела в воздухе и эта тема которая наверное никогда не иссякнет пока будет земля эта тема тема израиля мы с вами тоже евреи потому что когда-то очень давно мы блуждали по земле мы были кочевниками своей жизни мы шли непонятно куда принимали любую свою свои какие-то понимания за истину мы отказывались видеть истину нашли по правде своей и некоторым в этой жизни я не знаю как характеризовать повезло больше или меньше они по крови евреи мы же с вами евреи по обетованию и это действительно правда не думайте что где-то там что-то бог вам не додал все мы с вами привыкли жить в чуде и знаете чудо такая штука которую принципе думаю лучше не объяснять это такая постоянно внешне внешне внештатная какая-то ситуация то есть как бы вот и постоянно находишься в одном и том же но раз что-то приходит и говоришь о чудо произошло моей жизни и я думаю что приблизительно также произошло все в израиле и то что бог нам показывает на примере израиля в писании то что бог нам показывает на примере израиля сейчас оно всегда остается в принципе во внимании смотрите страна израиль эта территория меньше чем черкасской область но я вам не могу вспомнить честно говорю ни одного дня когда бы в новостной ленте не звучало слово израиль маленькая страна которая на устах у всей планеты маленькая страна которая раньше была настолько неприметной для всех настолько недопонятой настолько закрытой по какой-то определенной причине земля которая знала стопы спасителя земля на которой ты вообще творилась вершилась история всего человечества там где зародилась по сути понимания самого человека кто такой этот человек там где происходили самые знаменательные все события всего человечества имеют территорию меньше чем черкасская область городе ирусалим не входит число городов миллионников он даже не является самым старым городом в мире но я не знаю ни одного человека я думаю нету такого человека даже в самых отдаленных папуасских каких-то племенах которые бы не слышали слова иерусалим и мы сегодня за очень короткое время которое нам отведено сегодня постараемся для себя разобраться кто же мы почему и зачем нас так бог связал с этой страной израиль и что вообще происходит на самом деле сейчас и почему мы не можем быть сторонными сторонними наблюдателями всего того что бог делает сейчас и какая связь между черкассами между этой страной украина и израилем смотрите наш бог создатель он все всегда хорошо знал прекрасно для вас здесь уже вы уже все взрослые вы знаете что ну как начиналось становление как чего начиналась земля обетованная зачем это все было сделано и в какой-то один момент я будучи там я в недавно был в израиле и я задавал богу вопрос я часто стараюсь богу задавать вопросы а очень часто пытаясь задавать эти вопросы в израиле потому что я вам скажу честно это мои ощущения этого не вы не найдете в библии хотя есть места где говорится о том что весь израиль это один большой портал портал с небом это было в жизни иакова это было в жизни авраама это было в жизни всех тех людей на примере которым построен весь израиль ветхом завете который мы называем ветхой заветой они называют этот анахом торой и так далее там пяти книжек моисея тора там говорится о том что на примере каждого этого человека кого мы знаем сейчас которые мы читаем там гидеон давид мы всех и знаем на самом деле строилось государство израиль но мы с вами живем во время нового завета когда приходит иисус и говорит даю вам все новое соответственно наши мозги воспринимает эту информацию так значит и новый израиль смотрите мы с вами идем сейчас в ту глубину которая была приготовлена и так смотрите яков некий человек который родился в еврейской семье и их было два близнеца два человека и сав и иаков и ну когда ты человек неверующий или верующий но уже достаточно глубоко верующий ты перечитываешь и про иакова и в твоих глазах встает человек ну так скажем ну не самых честных правил и его имя в принципе иаков говорит само за себя да вот иаков ну такой не очень честный человек севрита является глаголом в будущей форме третьего лица это дословный перевод мужского рода и переводится он будет следовать или последует и на этом я хочу заострить ваше внимание смотрите мы знаем иакова как человека который ну не честный он обманул брата один раз за пяткой вышел за ним из утроба матери вот и по идее его имя должно означать ведомый но здесь религия тоже нас обманывает его имя севрита дословно передается как он будет следовать последует и я вам вот о чем хочу сказать что бог знает в жизни каждого имя когда ты последуешь за ним он знает тебя когда ты рождаешься от утроба матери и он знает тебя когда ты последуешь за ним и он дает тебе это имя поэтому когда пастор виталий учит с этого места когда-то там кто был на конференциях учил пастор андрей шаповалов о том что ты когда войдешь свою функцию свое имя ты уже и работать в принципе не будешь и были ли у иакова искушения в жизни да были потому что даже его родная жена и одна и вторая ради которой он там сколько-то не помню лет ухлопал своей жизни лет 30 40 там да вот и если учитывать то что у некоторых мужчин бывает год за два вот то еще оказывается много сестры простите и вот есть такая штука да и вот одна жена которая его очень любила она вдруг додумалась украсть у своего отца улована украсть вот этих вот башков и мы ну по сути мы эту тему всегда проезжаем как-то она нас не касается но я вам скажу что в жизни а кого было было вот это искушение потому что тот кто обладал вот этими статуэтками вот этими изваяниями идолами башками своего тестя автоматически входил в его наследие вот почему лаван за ним погнался ему было важно забрать забрать вот этих башков потому что мало того что в жизни лавана поселилась голове вот эта мысль что его обокрали что у него забрали овца стадо и так далее и тот кто к нему пришел голые боссы заметьте он к нему пришел ни с чем у него был посох у якова и он на камне спал он спал на камешке я вам скажу наверное не самый лучший сон в израиле достаточно прохладно в тех местах а спать на камнях это не самый лучший вариант и тут он уходит с каким-то ну после какого-то времени он уходит совсем и лаван несется за ним со всех ног абсолютно я вам для параллели может кому-то интересно скажу одну штуку интересную когда я также спрашивал у бога почему фараон ломанулся за всем израилем и для меня ответ был просто парадоксальный потому что израиль у него все золото египт египтяне уже давным-давно успокоились ушли евреи хух и слава богу хай забирают хай уходят отсюда ведь то что происходило тогда и это тоже входит в эту тему я вам скажу что самая первая казнь египетская она была настолько страшной мы ее читаем там думаем так фух там еще будет 10 вы еще евреи вы еще египтяне не знаете что будет вторая третья и вот а на самом деле нил был священной рекой и в этой священной реке вдруг заводится всякая гадость и она становится ну какой-то не 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 естественный она становится и вот здесь уже бог показал что ха-ха вся моя земля вы можете поклоняться фараону это ваши проблемы вы можете поклоняться святому нилу и каждому крокодилу который там живет но мы-то знаем чей оправдан вообще и здесь иаков идет и дальше там в бытии 32 глава говорится о истории перевоплощения а также вот точки перерождения иакова которые еще там не самых честных правил и так далее и он становится тем кем видит его бог он он борется с тем кто не называет своего имени чтобы тот самый яков получил именно свое имя потому что он мог сказать как некоторые пытались уже в новом завете сказать мы аполлоновые там аполосовы павловы мы 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 городничаковские мы там еще там кто-то там и так далее нет он не называет специально своего имени но говорит следующие слова имя тебе будет израиль потому что ты боролся с самим богом и человеков будешь одолевать дословный еврейский перевод говорит то что израиль это божий герой прямой путь к богу я шар-эль или муж видящий бога вы представьте себе какая глубина происходит ведь это пример еще раз вам говорю это пример не для только для израиля это пример для каждого поэтому если ты в своем понимании в своей голове однажды глядя там в зеркало или еще что-то сказал что меня это не не касается никакой я не израиль никакой я ну какой-то я обычный такой себе и так далее то я тебе скажу посмотри на меня у меня вообще папа араб и вообще как бы я объявляю самый последний кто сказал бы что есть какой-то какая-то связь между мной и евреями над совсем другая тема и таким образом иаков становится израилем и и та земля в которую он идет уже во всем грузе и так далее в будущем начнет называться эрец израэль земля израиля проходит какое-то время и по обетованию яков израиль уже он остается на земле куда когда-то его привел бог вот и он остается там до того момента пока они по сути номинально остаются свободными потому что они живут в городе которым жили только евреи и тем не менее они становятся рабами египта это было говорено богом это израиль об этом знал что рано или поздно они туда попадут вот и поднимает бог нового человека которого есть имя иисусу господи прости боисей боисей перед иисусом навином был моисей вот и когда израиль дает идет уже в своем направлении когда они вышли из египта потому что бог вывел еврейский народ израильский народ из египетского плена только с одной причиной двух причин первая причина он любил свой народ вторая причина бог жаждал быть богом свободных людей он говорит я не буду богом рабов вот он проговаривал еще патриархом потому что до того момента как он явился богом израиля он был богом авраама исаака и иакова и под этим именем его знали да каждому из них он открывался под своим именем но знали его как бога авраама исаака и иакова и вот какое-то время золотое для израиля уходит приходит время когда они попадают рабство и бог начинает говорить следующие им вещи второзаконие 6 главы я постараюсь очень коротко остановиться только на ключевых моментах этого всего дела смотрите смотрите вера как дар не передается по наследию благодарность богу по наследию не передается запомните это будет ну чуть-чуть дальше я еще раз знаю там вы поймете к чему я это веду дальше бог обращается четыре раза звучит слово слушай израиль шма израиль и он говорит следующие вещи в 6 главе 25 стихе это звучит так праведность наша в том чтобы строго соблюдать и исполнять перед господом нашим богом все эти повеления как он заповедал нам если ты когда-то услышишь от еврея услышишь от себя или от кого-то другого что бог именно полюбил еврейский народ за то что он такой замечательный за то что там самые умные люди за то что там самое классное и так далее не верь для тебя здесь написано то что праведность наша в том чтобы строго соблюдать и исполнять перед господом нашим все эти повеления как он заповедал нам и в 7 главе бог говорит следующее господь возлюбил вас слова моисея передаются на все поколение не потому что вы многочисленнее всех других народов нет вы самый малый народ но господь любит вас и хранит верность клятве которую дал от сам вашим вот почему он увел вас сильную рукою освободил из неволи из подвласти фараона царя египетского знай же что господь твой бог поистине бог бог надежный он верен до тысячного поколения договору с теми кто его любит и исполняет повеление его вот кто евреи оказывается тих чья праведность господь и тот кто знает что если ты любишь бога он никогда тебя не откажется он никогда тебя не откажется какой бы какой бы ты ни был иаков в тебе он будет видеть все равно израиля смотри мы идем дальше в 9 главе он говорит бог дальше следующие вещи слушай израиль ныне вы переходите иордань чтобы овладеть землей народов которые многочисленные сильнее вас большими укрепленными городами высотой до небес и дальше он рассказывает куда он их ведет и он предупреждает о том кто там живет бог никогда никого не принуждает делать что то он ведет израиль туда куда он его видит и где он его видит и предупреждает что у вас на пути будут некоторые трудности скажите у кого в жизни бывают трудности но кто остается верен и идет туда куда его бог ведет здесь все такие здесь никто не оставил бога на самом деле тех кто оставил ушли потому что в ту землю которую он ведет именно тебя кого то другого он не ведет я не говорю что тот человек плохой потому что наша праведность не от наших дел но наша праведность от того кто нас вывел из этого рабства и в четвертой в четвертом стихе говорится когда господь ваш бог прогонит их не говорите себе за нашу праведность господь привел нас сюда чтобы мы овладели этой страной нет говорит бог из-за злодеяния этих народов господи дает вам их землю вот в чем кроется оказывается секрет израиля потому что израиль ну поверьте сам я говорю о человеческом я не говорю сейчас о духовном израиле поверьте мне ну не самых лучших как бы правил и не самого лучшего понимания но мы люди которые должны благословлять израиль потому что нас об этом предупреждал авраам и он говорит о благословляющий тебя будет благословен так бог обещал авраама он говорит смотри каждый кто тебя будет благословлять и я его благословлю а каждый кто тебя будет проклинать и каждый из нас скажет аминь мы не будем проклинать. Мы будем благословлять этого Израиля. Да будет так. Лучше ходить в благословении. Второзаконие, 7 глава, 7 стих, там и так далее. Это говорится о благословении и власти. И именно в 7 главе Господь поясняет, почему Он избрал именно израильский народ. И я не зря говорил 4 раза, потому что девиз этого числа 4 раза это созидание. В Библии я не буду вдаваться там в какие-то новые науки. Я вам просто скажу в Библии нету ни одного слова. Нету ни одной цифры, которая бы просто так там оказалась бы. В Библии нету ни одного слова, даже связки И, к примеру, которая бы ничего не значила. И об этой букве я тоже сейчас скажу. Смотрите, мы идем с вами дальше. Но также цифра 4, это знак и упрямства, и знак символ церкви. Помните тот момент? Я не буду сейчас слишком много информации. Когда Бог говорит Моисею, слушай, меня этот израильский народ уже утомил, ибо он народ жестоковыйный. Каждому из вот этих вот один, два, три, четыре Бог проговорил слушай, Израиль. Шма, Израиль. Есть там даже место, по-моему, где-то по-моему, в числах, неважно, где Бог говорит молчи и слушай Израиль. То есть я с моими глазами такая картина. Все евреи, такие, знаете, балакучи люди. И вот идет миллион евреев. Сначала с Египта, там роптали Корею вместе своими сыновьями. Еще там кто-то, потом еще кто-то, потом еще кто-то, потом они уже достали Моисея, потом уже Моисей схватил палку, кинул об скалу, потом еще. То есть это все продолжается. И я понимаю, что вот это вот на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. И Бог говорит, слушайте, я вас люблю, но вот сейчас для вас два ключа. Молчи и слушай, Израиль. Другими словами, внимай. Внимай то, что Бог тебе говорит. Хватит себя хвалить. Хватит себя недооценивать. Хватит, хватит, хватит. Просто послушайте сейчас секунду. И я вот, знаете, вот вижу весь этот Израиль. Лучше послушать. Если уж Бог говорит, а они уже научены за 40 лет, уже стоят перед Иорданом, они уже знают, что ни дедушки ихние сюда не зашли, ни бабушки ихние сюда не зашли, уже самые молчаливые зашли. Те, которые уже знают, что может быть, вот они заходят и стоят перед этим Иорданом. И Бог говорит, молчи и слушай, Израиль. Они раз, все. Минута молчания прошла, вняли и пошли дальше. В 12 главе, мы доходим уже до этого второзакония, Господь говорит о полноте. А 12 глава, это само название, это полнота. Это вот совершенство. Всем это совершенство, 12 полнота. Бог говорит о полноте и о плоде послушания Ему и повелению Ему, как для народа Божьего. И так, что, собственно говоря, такое Израиль. Библия говорит о том, что один из вот этих вот патриархов, именно Иаков, вследствие встречи с Богом, получает имя Израиль и дальше проходит жизнь всего Израиля как народа, следующего за Богом. Бог, зная наперед, куда Израиль докатится, предупреждает их о том, что они могут попасть в плен. Не будем сейчас перечитывать слова благословения, их дома перечитаете, они тоже во второзаконии здесь написаны и начинается так, если ты, Израиль, послушаешь и будешь, то я тебе дам наследие и землю и все будет у тебя замечательно и библейское хорошо, но если ты не послушаешь, дальше знаете, что будет происходить. Окей, мы идем дальше с вами. проходит очень-очень много времени. В истории Израиля происходят страшные черные дела, это у них есть даже день такой, в современном Израиле называется 9 авра. Все плохие, скажем так, события, истории, которые происходили в Израиле, происходили в один день, 9 числа. Плен один, разрушение храма, второй плен, какие-то всякие неприятности и нехорошести проходят только в один день. Это день траура во всем Израиле и сейчас. Нерабочий день. И когда все вот это, вся вот эта картина, которую Бог видит с неба и проходит всякое уже время и приходит Божья полнота на Ветхий Завет, Иисус говорит Отцу, мне надо идти к ним. И именно ни в Грецию, ни в Великобританию, хотя там-то развратов уже намного-намного больше было, чем развратилась Израильская земля, Он приходит именно туда и рождается именно там, где Ему надо родиться. И это все тоже неспроста. Он рождается в городе Вифлеем, который правильно звучит как город Бетлехем. Бетлехем. Город хлеба. Иисус говорит Я хлеб, который пришел с неба. Иисус ничего по сути не придумывает, потому что все мы знаем, что Словом Божьим строилась вся земля. И именно Иисус был то Слово, благодаря Кавторому все, что мы видим, из невидимого стало видимым. Это именно Он. Поэтому вот эти вот примеры, пример о семени, о котором мы тоже еще поговорим, пример о вот этой оливковой, о самой оливке, о плоде оливковом и так далее. Это еще прозвучит. И вот приходит Иисус на эту землю. Тот, кто является на 100% Богом, даже на все 120% Богом, чтобы не было никаких сомнений. Вот. И цифра 20 тоже неспроста, потому что во второзаконии разрешено, кстати, там Бог говорит, ладно, если у тебя вообще не за что жить, ты можешь взять десятину. Но потом положи на 20% больше. И это есть 20%. Бог даже здесь дает тебе свободу. Заметь. Но это для Израиля только. Смотри. Рождается Иисус. Тот, кого ждали, ведь Мессия. Сейчас я вам прочитаю, как это правильно звучит. Смотри. в первой главе в 23 стихе от Матфея говорится, что Иисус есть Иммануэль, Бог с нами. Там словосочетание двух слов. Ану мы и нами. Ану мы нами как общее и Эль Бог. Получается с нами Бог. Само же имя Ешуа означает спаситель, спасение. И вот это корень, который вы можете проследить и в Моисея Моше, и в Ильии. И когда Иисус пришел на гору, где было преображение, на этой горе его след достался, кстати. Вот видел, стопу, ее видно на камне. С этой горы он возносился на землю. именно неспроста пришел навстречу с ним и Моисей, и Илья, и беседовали. То есть Иисуса это не удивило. Это было знамением для тех, кто сидел и смотрел, потому что Моисей был знамением для еще колеблющегося Петра, для Иоанна. Это для евреев пришли эти люди. И что дальше происходит? Почему почему сейчас в Израиле, в земле, в которой родился спаситель, в Вифлееме, который находится по-моему километров 12 или 10 от Иерусалима? Ну, это буквально червону свободу сходу. Это все рядышком. Это такая концентрация всего. И вот почему сейчас в Израиле никто по сути не признает и я говорю сейчас только о иудеях не признает спасителя в том, которым по сути ним и является. Даже имя Иешуа говорит о том, что он спаситель. Здесь постарался и сатана в том числе. Иудаисты, зная, что они ничего не могут с этим сделать, религиозные иудаисты, которые питают народ Божий с буквой закона, допросят меня сейчас ортодоксы. Они говорят, мы не можем ничего сделать. Помните словами первосвященника Анны или Каифа, я не помню, кто сказал, мы ничего не можем с ним сделать. Лучше пускай умрет один за весь народ. Помните? Вот они до сих пор ничего не могут сделать. Но что они сделали? Они взяли имя Иешуа и убрали последнюю букву. Вот почему я говорю, насколько важна буква. И получилось слово Иешу. А слово Иешу в дословном переводе расшифровывается как Ямахакшмо узихро, что переводится как Да будет стерто имя его и память о нем. Вы представляете? Что звучит сейчас в Израиле? Я вам скажу одну штуку. первый раз после того, как я смог попасть в Израиль прошло почти 20 лет. В 99 году первый раз я попал. И я когда попал ну понятное дело я вам честно скажу для меня Израиль всегда был нечто большее чем просто географическая точка. это лично мое. И отец у меня всегда был гражданином Израиля и я имел очень много связывающих таких моментов с этой страной и никогда не будучи там я всегда любил ее. Она всегда была в моем сердце и я не могу вам объяснить почему и зачем. Я всегда отстаивал этот Израиль даже когда мало что понимал будучи там в Советском Союзе именно потому что Израиль как государство разорвало отношения с Советским Союзом и моего отца депортировали и я по идее должен был не любить этот Израиль но семя которое пришло оттуда оно почему-то влюбило меня в эту страну и я много говорил об Израиле я постараюсь всегда часто проповедовать в Израиле даже о Израиле даже будучи в Израиле вот такие вот какие-то моменты открыть людям почему так у них происходит и ведь ну так как-то случилось что ли я не знаю и когда я попал туда в этот Израиль я увидел города многие города и мне было очень обидно почему Иерусалим город мира Иерушалаим его правильное название арабы его называют Элькутс священный то есть там бездолго просто священный и все хотя для мусульман он является аж третьей святыней в исламе там у них есть Мекка Медина и потом вот уже как конец брожений Мухаммеда это ну на земле вот и так получилось что после того как израильский храм был разрушен как последний оплот но это было пророчество Иисуса Христа помните да он говорил я когда уйду то здесь камня на камне не останется и об этом пророчестве римляне не знали когда ломали этот город то есть было просто постановление разрушить все и знаете на чем это было вообще базировалось евреи они всегда были свободолюбивым народом вот этот ген свободы который они получили при выходе из Египта они постоянно ругались постоянно с каждыми кто их пытался поработить и вот это вот рабство в какой-то момент Бог превратил в то что помните кто читал Библию там говорится о том что мы были рабами но рабами никогда не были они так о себе говорят до сих пор и вот в какой-то момент когда мне начала на глаза попадаться определенная информация я увидел что когда Израиль получил в 1948 году независимость в Израиле в центре в городе были в основном только арабские кварталы в Иерусалиме арабов было большинство евреев там оставалось очень маленькое количество людей я не помню где там в Библии говорится о том что у Бога всегда есть по-моему три тысячи да там семь да вот это остаток и вот я не знаю что они там делали как они там молились им оставили ну только вот эта стена плача которую вы все видели знаете там и так далее это остаток не самого храма это стена которая ограждала храм и я я просто ну честно по-человечески даже не знаю как можно будет вот так жаждать прикоснуться к этой стене это духовное это духовное потому что Бог ограждает каждый город своим каждый верующий город своими стенами и сейчас когда после долгого времени когда я там не был в Израиле я приехал я был очень удивлен потому что огромный рост христианского населения в стране которое не является христианской страной Эрес Израиль это земля Израиля и они абсолютно там как бы вот заняли не как бы они заняли они знают что такое власть они заняли вот эту вот позицию еврейского народа и еврейского государства да они терпят определенная часть там мусульман живет и так далее да они терпят и христиан тоже они так это называют они говорят ну куда же ну куда их деть ну пускай будут еще и такие знаете и вот я приезжаю в город который 20 лет назад грубо говоря был полностью арабским городом хотя в этом городе где живет мой отец этот город называется Эбелин жила однажды женщина Мария Боварди это ее действия ее деяния приравнивают к деяниям апостолов потому что через эту женщину Бог действовал так что к ней стекались где-то там аж с Европы много чудес знамений и все это в маленьком городе Эбелин который вообще тогда я вообще не представляю это просто оно сейчас село а тогда наверное вообще манюсенькое село было и вот это маленький вокруг этого домика где жила когда это Мария Боварди сто лет назад жила пару тройку буквально христианских семей я приезжаю в этот город залез на самую вершину снимаю и смотрю над городом крест стоит красный привиделось что ли я еще так с другой стороны посмотрел крест я даже там в инстаграм спориляку его поставил вот и так далее я спрашивал у своего дяди говорю что это он говорит половина жителей стала христианами не мусульманами не иудеями не какими-то другими течениями они стали христианами мало того в этом маленьком городе открылась ортодоксальная баптистская католическая церковь и еще одна какая-то честно говоря не помню там дискауты ходят с барабанами и они с этими барабанами ходят по городу мало того они пришли на арабский праздник мусульманский праздник и я там общался с одним человеком он знакомый моего отца он иман и он говорит слушай странное стечение обстоятельств когда ты приехал вдруг ну то есть как-то как вдруг я вообще на свадьбу ехал то есть связи какой-то я сам не видел он мне сказал он говорит когда ты приехал первый раз на празднике я ему потом сознался потому что он у моего отца переспросил он говорит а он христианин как бы это самое все и он так меня обнял говорит классно первый раз когда свадьба арабская и он говорит хочешь что-то сказать я благословлял своего же брата брата по отцу я благословлял на русском языке как христианин первый раз на праздник мусульманский было позвано четыре церкви и говорилось о Иисусе Христе я сам слышал это вы знаете я просто понимаю что сейчас что-то в Израиле происходит наши молитвы за Израиль здесь слышны там оттуда вот как-то там знаете там как там по физике угол падения равен углу отражения я понимаю что наше угол падения он равно отражается туда же на то же место и знаете я вот очень люблю этот момент когда Иисус говорит отец я всегда знал что ты слышишь меня тот кого иудаисты сейчас пытаются стереть является Богом все равно этого народа является Богом и спасителем этой земли является Богом и спасителем нас с вами и Иерусалим как переводится Иеруша наследие а также Иру Шалем Иру Шалем они увидят мир вы представьте они увидят мир Исаия еще за 700 лет до рождения Иисуса Христа он говорит Иерусалим будет светить так что к нему все пойдут единственная точка когда везде все померкнет будет Иерусалим и тогда придет спаситель сейчас на данное время кто интересовался там и так далее пророчества которые были на Израиле пророчества последнего времени они все больше и больше подтверждаются я не буду просто сейчас говорить сейчас об этом здесь но я вам хочу сказать еще одну интересную деталь когда этого нет в Библии но я верю что так есть когда Андрей первозванный один из апостолов Иисуса Христа я верю что он действительно пришел на Киевские холмы он пришел в страну которая даже на карте не была отмечена я верю что это пророчество от самого Бога который повел туда израильский народ в виде Андрея он пришел и сказал на этих холмах будет новый Иерусалим который увидят люди прошло очень много времени 2000 лет и что-то начало интересное происходить в Киеве началась одна конференция пробуждения о патриархах о новых пророчествах о старых пророчествах и так далее кто был знает сейчас о чем я говорю но я хочу поговорить сейчас не о Киеве я хочу поговорить о нас с вами был момент когда кто знает кто такой Луис Армсон помните да 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 let my people go знаете что это был гимном освобождения вот темнокожего населения а я вам сейчас еще одну штуку интересную скажу когда Израиль получил в 1948 году независимость и люди призванные вернуться те люди которые понесли огонь пробуждения восстановления имена израильского народа те которые не зная того стали пророками в своей стране просто потому что они приехали и были выходцы из бывшего советского союза знаете да все историю там учили читали это переселение и знаете с какой песней они приходили в КГБ они приходили и говорили слова которые говорил Моисей отпусти измученных на свободу и КГБшники быстренько все подписывали был отдел в КГБ который заведовал вот этими всеми делами не думайте что все это так просто когда началось эстонское пробуждение и можно было можно ли было остановить можно было войска подтянуть все там раздавить танками как советский союз неоднократно делал но КГБ сказала окей мы ничего тут сделать не можем но мы тоже сейчас не об этом смотри когда в Киеве прозвучало вот это вот да что будет там конференция приедет туда пророк приедет Андрей приедет туда Джефф Дженсен и так далее где была первая конференция в Черкасах я вам сейчас быстренько объясню почему смотри город Черкасы от слова Черкесы там много на самом деле этих самых но одно из версий от слова Черкесы то есть это народ который пришел из Кавказа в то время когда Черкасы не было даже Киевской Руси последняя граница была в Каневе Канев, Корсунь это была Парьяслав-Хмельниччина Парьяславская земля и там заканчивалась Киевская Русь вот это место где были не то чтобы язычники а самые язычные язычники вообще и во время вот этого вот поселения это была точка охранная и торговая точка вот здесь которая защищала само того не зная само того не зная вот то место и очень даже неспроста когда-то об этом было непопулярно говорить но сегодня я набрал шесть дерзновения вот правильное слово подобрал я вам скажу об этом мы как-то умалчивали то что было много чего обрезано были какие-то места славы Божьей просто ну как-то так человеческий фактор да тихо-тихо-тихо давайте об этом не будем говорить вот были какие-то места силы которые были здесь вот они как-то тихо-тихо давайте не будем говорить и сегодня мы будем говорить и вот один интересный факт среди 70 национальностей которые живут сейчас в Израиле именно в Иерусалиме отмечают 4 основные нации евреи арабы и черкесы у них есть город в Израиле где они в основном живут но вот в Иерусалиме они свое время долгое время и сейчас выполняют функцию охранную охранная функция то как развивалось здесь там уже казачество и так далее за которое нам как крестьянам приходится у Господа просить прощения и просить прощения у евреев пожалуйста простите нас простите нас за то что эти казаки резали делали погромы в еврейских городах в еврейских селениях пожалуйста простите нас На самом деле, я повторяю эти слова, я, ну, честно вам скажу, я ходил к раввину черкасскому, говорил о том, что простите нас от имени церкви, простите нас от имени, вот меня, я единственный араб-крестьянин здесь в Черкасах, я точно знаю, и простите нас вот и за это, и за это, и за то тоже, пожалуйста, простите. И я вам скажу дальше следующую такую штуку, смотри, у этих черкесов, это называется зооэтнология, если мне правильно, ну, ничего я там не путаю, у них птица, символ, орел. Вспомните о молитвах, которые были во время конференции, про новых орлов, про сильных орлов, про мужчин, которые припаяшивают свои чересла, пойдут там туда-то и туда-то, будут со щитами и с копьями и там мечами, совсем на свете, вот, потому что кто вас избрал, тот вас и снарядит, по сути. И еще один такой вот интересный момент, да, вот этих вот неспроста взятых вещах, очень часто Бог для своего служения, Бог для своего служения избирал именно не евреев, для каких-то служений он избирал, по сути, языческие народы. Для того, чтобы евреям объяснить, кто царь и Бог, он использовал вавилонян, для того, чтобы они были туда отведены в плен и так далее. И здесь тоже очень интересная штука, здесь этой кафедры, из кафедры еще там в Славутиче и так далее, звучали с уст пастора Наталии вот эти вот слова, которые она нам рассказывала о городе, о стенах, которые были разрушены, о ездре и неемии, которые трудились здесь. Один как представитель власти, второй как представитель духовенства. И все это интересно очень, но мы на самом деле не успеваем. И сейчас то, что происходит между Израилем и Украиной, это тоже вот, это видимо на самом деле. И это можно услышать. И как пример, вот я говорю о том, что перед тем, как пророчество сбылось и сбывается в Киеве, мы здесь провели первую конференцию. Мы стояли на охране этого пророчества, мы стояли на охране Божьего Слова. И если кому-то казалось тогда, ну как-то может быть нет, я вам сейчас говорю, это было именно так. Было слово от Бога, и это слово обросло, ну простите, мясом, жилами и так далее. И там где-то в Библии, когда говорится вот эта вот молитва, шмай Израиль, слушай Израиль, количество букв, по-моему, там в этой молитве составляет 278. Так вот, это количество жил и мышц в организме человека. Вон, Костя, не даст соврать. Да. Так, каждая буква, она была проговорена в каждый, даже не орган, в каждую вот жилу, которая, благодаря которой что-то там сокращается, работает. И мышцы, которые вот напрягают вот эту вот саму кисть, руку, ногу, ухи, глаза. Вот, да, смотри, есть еще очень много всего интересного, я думаю, это будет следующим, следующая какой-то темой. Что бы мне вам очень хотелось бы сказать, и мы будем молиться сейчас. Ну да, уже можно начинать потихоньку. Сейчас, на данный момент, страна, которая меньше, чем Черкасская область, она единственная страна, в которой сегодня растет больше лесов, чем жила, чем было раньше, вот сто лет назад. Страна, в которой родились столько талантливых и замечательных людей. Зная это, Бог сказал, смотрите, не потому что вы такие хорошие, а потому что ваша праведность я, Господь. Господь праведность Израиля. На данный момент в Израиле живет больше всего нобелевских лауреатов или жила за все вот это вот время. Больше всего наград во всяких номинациях и так далее, это люди, которые прямо или косвенно связаны с Израилем. Технология ICQ была разработана в Израиле. Единственная страна, которая на 20% всего лишь плодородная, остальное это пустыня. На 95% обеспечивает себя продуктами питания. Мало того, она еще умудряется экспортировать всякие фрукты и овощи по всему миру. Микропроцессоры, которыми ты сейчас пользуешься, Pentium IV и так далее, это все родом с Израилем. Когда в 1948 году Израиль стал на пороге войны, потому что было объявлено, на самом деле, правда в том, что было объявлено через ООН, о том, что земля будет поделена между арабами и между евреями. И пока арабы жадничали, евреи пришли и сказали, мы пришли на ту землю, которую ты привел нас. И тогда все арабы, Лига наций, которая заправляла нефтью, сказали, останетесь без нефти. А танки надо было чем-то заправлять, машины надо было чем-то заправлять. И тогда Израиль получил в виде откровения одну штуку. И один умный человек, который получил эту мудрость от Бога, напряг всех инженеров, перерабатывающих заводов. И эти заводы были продуты обычной водой, обычной водой под высоким давлением. И в результате получилось 30 тысяч тонн горючего. Бог остается верным. Он говорит о том, что всякая внештатная ситуация, всякое чудо, я дам вам! Я дам вам, потому что вы народ мой! В 1963 году, при раскопках в Израиле, нашли один сосуд. В этом сосуде были некоторые некие семена. Когда открыли, и один из ученых взял эти семена, сделали анализ, им говорит, этим семенам 2000 лет. 2000 лет. Это времена Иисуса Христа. И мы можем говорить еще о множестве, потому что Иоанн говорит, Иисус сделал столько чудес, что ни одна литература вместить не может. Нету столько книг, и нету сколько рук, которые могли бы написать все то, что Иисус сделал. Но в 1963 году кто-то сказал этому ученому, возьми это семя и посей. И результаты превзошли все ожидания, которые можно быть. Семена, которым 2000 лет дали урожай. И выросло дерево, которое считалось вымершим 2000 лет. Это финиковая иудейская пальма. Одно из названий Иерусалима является город Пальма. Это город, который построен на каменистой почве. Это город, который насчитывает вокруг себя, и сам город стоит на холмах. Это город, в котором растут пальмы и сейчас. И это семя, которое было каким-то образом собрано. Я не знаю почему. Почему решили собрать это семя, зная, что дерево может исчезнуть. И это была именно иудейская финиковая пальма. Мы помолимся сейчас с вами о том, что Бог почему-то избрал нас с вами. Сделал нас потомками черкесов. Поставил нас почему-то здесь на охранном месте. Я задавал вопрос, почему, Бог, скажи мне, стоит Киев. Рядом стоит город Житомир. Рядом стоит город Чернигов. Внизу Черкассы. И мы дальше всех. Почему именно здесь? Почему именно Черкассы? Зачем именно Черкассы? Потому что есть Житомир, Жито и Мир. И Бог говорит, пускай кормят. Есть Чернигов, который всегда хотел захватить и стать на место Киева. Бог говорит, они не стали Киевом. Они неблагонадежны. Они много раз предавали Киев. И внизу есть Черкассы на охране. Город Иерусалим со всех сторон был закрыт. Природным образом. Горы с запада, с востока и с юга. И только с северная сторона, она была без охраны. И именно там была построена первая стена. И именно те люди, которые шли откуда-то, иудеи стояли и смотрели, пустить их или не пустить. Именно на эту страну, именно с севера шли основные атаки. Потому что царство Иерусалимское, оно охранялось природой со всех сторон. И только с северной части Бог собирал для охраны. Мы являемся одной из охран того города, который стал и станет еще новым Иерусалимом.